Он бы сделал состояние на своих книгах. В Шымкенте прошла презентация новой книги известного журналиста-историка-краеведа Алексея Гончарова. Книга очерков посвящена истории, природе и развитию Южного Казахстана. Четыре года назад вышел первый труд автора «История без конъюнктуры. География вокруг нас», которая до сих пор пользуется спросом у людей, неравнодушных к Южному Казахстану. Алексей Гончаров родился и вырос в Шымкенте. С подросткового возраста увлекался горным туризмом. В профессиональной журналистике автор многочисленных статей, журналистских расследований, передач и документальных фильмов уже четверть века. Благодаря большому опыту, кропотливой работе, творческому подходу и природному таланту ему удается простым, понятным и доступным языком рассказать читателям о природе и истории Южного Казахстана. Старожилов-то мало. Я вот так как-то прикинул, наверное, человек 200 есть активных в Шымкенте. Люди разных национальностей, разных профессий, которых объединяет одно – любовь к этому городу, к его прошлому. Стремление сохранить этот город не как Шымсити, но пусть будет Шымсити и пусть будет крепость на городище Шымкент. Вот я сейчас был в Баку, я был потрясен. Огромные небоскребы, красивейшие. В Астане таких нет. И тут же древняя крепость, великолепно сохраненная. Книга, несомненно, придется по душе любителям истории и тем, кому не безразлична судьба родного края. В произведении собраны путевые заметки, журналистские расследования, очерки и рассказы о Шымкенте, знаковых местах региона и о Южном Казахстане в целом. Читатели автора считают, что его труды необходимо популяризировать среди молодых казахстанцев. Книги, которые он написал, необходимо будет, я думаю, что со временем мы к этому придем, они должны будут войти в учебную программу всех наших средних школ по краеведению. Может быть, это будет факультатив и так далее, но полнее, точнее, никто еще не написал так о природе, о истории Южного Казахстана. Причем открываются новые страницы. Алексей Алексеевич в своих трудах поднимает актуальную проблему соотношения мифов и истории. В книге вы можете увидеть, как он развенчивает легенду о древней библиотеке, вдохновляющей энтузиастов на поиски. Миф о великом книгохранилище от Рара. Если история на уровне массового сознания держится на мифах, это не может вызвать ничего, кроме обострения каких-то межнациональных отношений, кроме смеха со стороны соседей относительно какого-то чванства этнического и так далее. Поэтому я своей целью ставлю вот такие вещи развенчивать, как могу. Выпуск книги поддержал градоначальник Габидулла Абдрахимов и даже написал к нему предисловие. Желающим приобрести книгу можно обратиться к автору и получить автограф от Алексея Гончарова. Айза Балтабаева, Бахадр Тажибаев, Абзал Турабеков, Новостная служба телеканала ТВК.